Требованиям доступности в зоне международного гостеприимства должны отвечать 1801 объект. Это учреждения социальной сферы, отрасли здравоохранения, образования, культуры, а также парки, пляжи и торговые точки. Безбарьерная среда уже создана на 791 объекте. Удобными для маломобильных групп населения должны стать более 300 городских улиц. Требования международного гостеприимства должны также соответствовать остановочные павильоны и пешеходные зоны. План по созданию безбарьерной среды должен быть реализован в сентябре. Такой срок по выполнению всех работ был озвучен в ходе совещания. Если объекты до 1 сентября остаются с непониманием, у нас осталось полторы сотни объектов. Я имею в виду частность собственности, по которым у нас окончательно нет понимания. Это будет означать для меня только одну. Руководитель этим объектом не занимался. Выполните тот объем работы, который от вас зависит. Сделано две трети. Надо доделать. И мы продолжим с вами вместе с администрацией Краснодарского края, с Министерством социального развития, работать не только над объектами, которые включены в перечень, но и, как это в обычной жизни и происходит, по тем объектам, которые заявляются, прежде всего, общественными организациями инвалидов, которые проживают в городе Сочи. Контролем и решением спорных вопросов занимается специальная комиссия. В случае невыполнения плана по приведению к доступности объектов в зоне гостеприимства, руководители частных предприятий будут привлечены к ответственности. Единственные, кто будет продолжать работы по созданию безбарьерной среды до ноября – управление автомобильных дорог и управление капитального ремонта. В ходе совещания их представители пообещали оборудовать 108 остановок общественного транспорта к 15 сентября.